Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, вот, не знаю, кто больше вкинет, наверное, майор, редактор ресурса информационного политаража Руслана Сташко, создает, я так понял, политический клуб, политическая Россия, что ли, и вот у меня создается впечатление, что вот левый объединяется, ну, условно, так сказать, в виде Стейшн Маркса, в виде Левого фронта и прочих, делает вот совместные информационные какие-то проекты, и можно ли так сказать, что правый тоже объединяется, но политарша, вот от Руслана Сташко, как я увидел, может быть, Единая Россия 2.0 хотят сделать и что-то такое, как вы это можете прокомментировать, идет ли поляризация общества, да, по принципу левый и правый? Поляризация идет совершенно неизбежно, сейчас с нарастанием революционной ситуации сильно возрастает и расслоение общества, то есть люди начинают разбредаться по своим сторонам баррикад, только вот политарши вот эти вот как раз, это не правые даже, это то, что называется ультраохранители, то есть он несет совершенно откровенный наглый бред, для того, чтобы доказать, что мы родина слонов. Здесь на самом деле с ними как вот бороться надо, но бороться с ними достаточно легко, просто нам нужно говорить правду, а им приходится очень сильно врать и придумывать то, что Земля квадратная и так далее. То есть, например, мне сбросили один из роликов ихних, я посмотрел и сделал разбор этого ролика про подводные лодки американские в Вирджинии. Там вот этот вот самый Руслан договорился до того, что американцам с нами нечем воевать, у них, так сказать, оружия нету нормального, и поэтому единственное, так сказать, о чем нам нужно беспокоиться, это о пятой колонне. А на военном отношении в Америку легко и сделано. При этом он сравнивал ударные подводные лодки. Уже там пахнет. Чего? Уже там пахнет. Так нет, дело в том, что там, я просто говорю, он сравнивал ударные подводные лодки, так вот ударных подводных лодок называемого четвертого поколения, у американцев два десятка, это вот Сиволфа и Вирджиния. И у нас они тоже есть, это проект Ясень, подводная лодка Северодвинс, один штук. Но мы сильнее, потому что американцев в море отрывает иногда куски вот этого вот резинового покрытия. Который является расходником. Который является расходником. Но дело в том, что наши подводные лодки их тоже отрывают, но наши, видно, отрывают правильно, как-то вот халяльно, а на них неправильно. Поэтому они небоеспособные. А больше чем это покорило то, что они еще подвергли критике сварные швы, подводных лодок типа Колумбия, учитывая, что первая должна быть заложена в следующем году. То есть еще нет лодок, а швы уже не полносправные. Еще даже нету заказа. Иначе сварочники уже заказаны. Сразу с браком. Так вот, то есть вот это то, что нужно знать от политраша. То есть это как время вперед, где умудрялись по три, по четыре раза похвастаться одним и тем же кораблем. То есть когда его закладывают, когда его спускать надо, когда вводят строй. И каждый раз говорят, что это потрясающий успех. И это рассказывается про корабль, который стрелся 15 лет. Я когда служил на флоте, у нас были учения. Вот по телевизору показывают, ух, там Петр Великий вышел в море, там все ищет. А в реальности он стоял на среднем печале и даже завестись не мог. Кто-нибудь смотрел вообще вот эти вот передачи, которые касаются учения, допустим, техки, аранского флота и так далее? Особенно это было популярно в 2000-х годах, 2000-10. Смотрели, думаю, многие, да? Ну, телевизором же пользуетесь. И там рассказывается, допустим, что во время учений корабли поразили, там, допустим, производственное учение проводится, поразили все, так сказать, цели, то есть результат учений достигнут. Знаете, как она выглядит на самом деле? Проводится учение, пускается как бы две торпеды по подводной лодке. Но одна пускается учебная торпеда, а вторая, чтобы сэкономить деньги, отрабатывается виртуально. Учебная промахивается почти всегда, а виртуальная всегда попадает. Все цели поражены. Где-то так.